Главной темой планёрки стало обеспечение безопасного прохождения курортного сезона. Заместитель главы Анапы Валерий Королёв доложил, что на прибрежных территориях продолжается мониторинг соблюдения правил эксплуатации аттракционов. На сегодняшний день зарегистрировано 234 аттракциона. Ещё 45 проходят эту процедуру. Мониторинговые группы усилены представителями казачества и дружинниками. Проверки начнутся с Благовещенской. Вся Россия хочет приехать с аттракционами и отторговать в летний курортный сезон, а на море. И если мягко подходить ко всему, то можно от речки Анапки до границы с Темрюком наставить их в ряд. Люди приезжают сюда на море, им нужен пляж. Может где-то нужна одна горка, пожалуйста, пусть откатаются. Остальное нет. Муниципальный контроль продолжает освобождать от некапитальных конструкций территорию общего пользования. В Витязево демонтированы деревянные площадки на улице Черноморской. В переулке Летнем – металлические конструкции. Совместно со службой судебных приставов демонтированы объекты в Благовещенской, в переулке Пограничном и на улице Прибрежной. В стремлении навести порядок на стороне администрации должны быть все ведомства, подчеркивает глава Анапы. И обращается к представителю Роспотребнадзора. Почему не принимают меры к хозяевам мангалов в изобилии расставленных в курортной зоне? Ответ, что эта деятельность не запрещена, Юрия Полякова не устраивает. Может быть, надо более адекватно подойти? Зачем нужны нам эти мангалы на улицах, на тротуарах, которые стоят? Они нам не нужны совершенно. Хочешь мангал, заноси к себе во двор за калиткой и жарь. Они на улице, как это? Не запрещены. Так что, на улице Горького теперь что? Давайте в ряд мангалов наставим. Извините меня. Подумайте, что вы говорите. То же относится и к объектам общественного питания, владельцы которых явно переступают границы дозволенного. Еще один крайний вопрос у меня. Вот у нас центральный пляж под климатопавильоном. Вот они уже разобрали объект общественного питания. Одни столбики стоят. Торгуют на пляж пивом. Тогда я хочу знать. У вас есть схема этого кафе? Где у него вход, где у него выход? Может он торговать на пляж пивом или не может торговать, а на пляж пивом? Позиция главы города в этом вопросе принципиальная. Алкоголя на пляжных территориях быть не должно. Юрий Поляков призвал все службы включиться в общую работу. Не быть статистами, активнее пользоваться своими полномочиями для поддержания порядка. Продолжение следует...